сегодня на моем канале расскажу как я выращиваю гортензию какие условия ей нужны для того чтобы она хорошо росла как вы видите я уже начеренковала много-много таких вот череночков из них я буду выращивать красивые цветы которые украшают мой сад очень обильно цветут вот видите эти уже посадила и теперь я приступаю к черенкованию черенкование это весенняя то есть я обрезала вот сегодня март месяц середина марта и скоро у меня появятся молоденькие саженцы я расскажу вам как я укореняю все подробно и сейчас я буду заниматься этим делом черенкованием такая красота у меня я подготовила вот такие стаканчики для моих череночков и сейчас приступаю к посадке черенкования потом посадка какую землю использовать очень важно земля не используйте торф гортензия не любит торф крупнолистные сорта не любят поэтому я буду использовать обычную землю так как у нас на юге земля скажем так не очень и я покупаю чернозем миксу его с обычной землей можно даже с лесной добавляю немножко песочка и получается прекрасная почва для моих цветочков сейчас я вам все покажу я подготовила черенки для посадки и сейчас я вам покажу как их правильно обрезать для того чтобы они хорошо укоренялись вот посмотрите вот этот уже череночек я буду сейчас резать вот здесь и срежу вот здесь сейчас для сравнения я вам покажу тот который уже можно садить вот этот уже готов посадочки все корни будет пускать почка вот отсюда корешки развиваются из почек даже вот эта маленькая маленькая почка она выпустит отсюда корни когда я посажу очень важный момент заглубления это тоже я вам сейчас все расскажу и покажу вот вот это тоже можно уже садить вот здесь немножко я срежу и черенок прекрасно укорениться так вот эту я пожалуй еще обрежу так мои черенки готовы к посадке приступаю грунту вот видите какие хорошенькие получились вот и вот из этих почек вот отсюда пойдут корешки которые и укоренят весь черенок я вам все буду показывать и буквально через месяца два я сделаю видео как они у меня укоренились и насколько уже выпустили листики итак друзья я как вы видите уже посадила два череночка и теперь я вам покажу как это делать правильно для того чтобы наши черенки прекрасно укоренились беру череночек возьму вот такой вот симпатичная и показываю как я их сажу грунт смотрите и запоминайте заглубляем как можно глубже почему я это делаю потому что именно отсюда из почек появятся корни и желательно вот так еще пальцем можно придавить грунт вокруг потому что еще раз повторю именно отсюда зачатки корней начинаются это залог крепкого и здорового растения вот и даже самые маленькие мы делаем по этому же принципу даже самые маленькие почки даже вот такие смотрите маленькие мы заглубляем в грунт вот досюда вот так должна быть почва и все и они классно у нас укоренятся сейчас и этот буду садить вот этим малышам уже около месяца я их садила по этому же принципу который я вам показала и вот вы можете видеть как они себя прекрасно чувствуют у нас пока прохладно недавно был снежок они приостановили свой рост но в целом им очень комфортно и хорошо вот видите как почки развиваются также сейчас я ближе покажу вот они нижние почки я их заглубляла здесь вот они почки вот они прямо земле и все у вас приживется и будет радовать вас красота летом так что ждите моих следующих видео все самое красивое интересное впереди это у меня полутора годовалые красавчики они уже конечно у меня в этом году будут красиво цвести я вам все покажу красотища я закончила посадку черенков крупнолистной гортензии еще раз подчеркну то что все почки обязательно заглублены обязательно заглубляем их для того чтобы они хорошо укоренились наши череночки и через месяц я вам покажу как они будут выглядеть на видео сорт бесконечное лето розово-голубая гортензия крупнолистная такая красотища спасибо всем за просмотр ставьте лайк если понравилось мое видео подписывайтесь на мой канал впереди много всего интересного я расскажу о том как сделать так чтобы гортензия изменила свой цвет без подкислителей и расскажу вам некоторые нюансы для обильного цветения что нужно сделать с вами была я флорист ирина подписывайтесь на мой канал всем хорошего настроения